Итак, всем привет дорогие друзья, с вами Тутенпалт, а мы продолжаем играть за Айлев Рима. И сегодня мы будем играть за Хипсиламадона. Ну вообще их называют Гипсиламадоны или Гипсы просто, ну поиграл я немножко по сетке, но не за него, а за стягача там доигрывал. Посмотреть, вообще разобраться в игре называют их Гипсы. И кстати путают сейчас их очень сильно с ботами, многие думают, что это боты издают такие противные звуки в лесу, но это Гипсы. Нифига себе, вот это обзор, я аж офигел, а можно, а можно сразу так, пока у меня трава всякая там не прогрузилась, вот сразу так вот, под всеми кадрами тебе. Ля какой. Да, это жестко. Так, ладно. Вот это собственный Гипс. Это мы сейчас играем на официальных серваках. Мы, жесть какие маленькие. Издаем вот такие противные звуки. Кстати, заметили, как от меня вот в траве много всяких вот этих несостыковочек. Вот это вот от меня отражение тут всякое. Вот это какой-то остается след от Кэншфигова, ну ладно. Стамина тратится быстро, но... Нас даже не видно по факту. Это наш процент роста. Блево, рофил. Смотрите. У Гипса нет маленькой стадии. У Гипса есть стадия... Уже взрослого Гипса. Я в шоке. Зачем так жестко сразу играть за это говно? Ну, не, я бы его не назвал говном. Но знаете, когда играешь за травоядного, в принципе... Не так интересно так играть, как за хищного. Мы можем, в принципе, побегать, подразнить хищей на нём. Чё бы нам нет. Ну, короче. Я тут узнал, что... Есть кусты, которые можно есть, да. Есть такие кусты. Не обязательно вот так вот сидеть и... Клевать траву, как этот сейчас парень делает. А есть реально кусты нормальные. Кстати, следы от нас тоже остаются, но они еле заметны. Так, это гипс крадётся. Короче, гипс это пока... Такой сберёг чисто потролить игрока. Да? Вот там вот я слышал корнотавра. Можем над ним поугарать. Здесь, конечно, он над нами не поугарает. Мы едва видны в траве, вы понимаете? Нас хер найдёшь. Мы можем сейчас просто идти к корнотавру и сдавать эти ебучие противные звуки. А, кстати, чё он умеет? Он умеет. Ебать. Бежим нахуя! Ёб твою мать! Пиздец! Бехер найдёшь его. О, кстати, когда гипс харкается, у него тратится еда? Или чё? Мы можем даже потроллить этого... ...карничи? Он у нас, кстати, тут, в принципе, ищет. Вот в чём рофил. Мы ему на один укус... Ну, ля. Мы можем харкаться. Бля, вот это я сейчас обосрался, конечно. Да. От того, что мы харкаемся, у нас тратится еда. Твою мать! А вот ютка и тоже хуёво. Короче, нас проебал. Корнотавр. Что, в принципе, я и говорил. Чисто побегать, поугарать, ну, блядь, нас хуй найдёшь. И мы сразу взрослая стадия, нам терять реально нечего. Динозавр не боевой. Сразу говорю, динозавр побегать, поугарать, постелсить. Ладно, в принципе, чё. Давай сходим на луга. Блядь. Вот от этого пиздюка я уж не уберу. Но тут, в принципе, рядом Карна. А если тут рядом Карна, значит, Карна своё делает. Блядь, пизду. Если тут рядом Карна, он своё делает. Пиздец. А кто тут, нахуй? Вот там кого-то в кустах видел? Блядь, это чё, бот? На оффах есть боты. Что-то я обосрал, скажи, своего друга, на, ну ладно. Тут, кстати, знаете, какой приём в пати? Приём в пати чисто по крикам. То есть, неважно, ты должен встретиться со своим другом, сделать ему доброжелательный крик, и вы в пати. по-другому, по-другому, вообще никак. Так, вот я нашёл у нас водоём. В принципе... Вот, кстати, я не чувствую пока травы. Я чувствую только водоём. Кипс вообще очень хорошее существо, чтобы чисто побалдеть. Посмотреть на природу, вот на это всё. Мне интересно, куда там он бежал, Карна, когда там неподалёку раптор. В принципе, мог бы он с ним потягаться. Вот так вот мы можем в грязи поваляться, верно? Или гипс у нас не валяется в грязи? А не, валяется. Ля какой. Ну, он так немножко поваляется, и всё. Ну, гипс вообще прикольный. Его хера найдёшь ещё. Можно просто быть расслабленным. Тем более, тебе даже не надо с мелкой стадией как-то выживать. Ещё ты можешь харкаться. А, кстати, вот так ты просто кусаешься, но твой укус ясен фиг безобиден. Ну, а так ты можешь харкаться. В этом весь прикол на данный момент гипса. А там Карна Тавр гуляет. А нам похуй. О, бежит. Смотри, смотри. Бегает вон там. Вдалеке. Вон он. Встал, смотри. Ну, да, чьи ему чё. Ммм, кстати. Очень неплохо набираю еду от того, что просто ем траву. То есть ему даже не обязательно искать эти кусты. Да, вы не поверите. Тут реально добавили кусты. Добавили кусты, которые надо есть. Реально добавили. А давай ради прикола просто проходим. Ты где? Да убаёк. О, блядь. Пизда. Бежим нахуй. Пиздец, пиздец. Блядь. Ах ты ж, сука. Поймал, блядь. Смотри, какой. Бля, вообще. Весело. Очень весело. Давай ещё его возьмём. Чё бы нет. Это, знаешь, это так чисто побегать, вот карту поизучать, поугарать. Ладно, карна повезу. Он за счёт меня сейчас прокормился только что. Блядь, ур. Вообще такой вот. Ну, вообще вот нам таким гипсом лучше всего быть в лесу. Потому что на поле всё равно даже несмотря на то, что до хера травой очень заметен. И да, там у карныча я был не найден, просто на несколько, кстати говоря. Сейчас побегаем, поугараем. Не потому что фиг ли нам сразу взрослая стадия загибся. Чисто животное по робкость. Поизучаем карту, что ж сказать. Во! Вот сейчас вот у меня вот видите, как запах кустов съедобных поблизости отображается, но очень непонятно. У нормальных людей точки как-то сходятся, у меня они нихрена не сходятся. И вот это вот беда. нюхает он прикольно, Так, ну вроде где-то там еда должна быть. Так, опа! Где-то тут, что ли? непонятно. Непонятно. Где же еда? блин, вот трофил, а где еда-то? Вот видите, как у меня показывают? Показывают, что пуст здесь, но он нихера не здесь. И гипс, он любит похавать тоже со временем. Тем более, у него каждая харча это как вызов. С каждой харчи он должен пожрать. Так, во, вот сейчас более-менее что-то показывает. Или это все наеб? так, лан, силы небесные мне показывают, что здесь. Долго? Ух, ебать, долго бежать-то мне еще. А, во! Короче, чекайте, друзья. Вот так выглядит нормальный куст. Вот так выглядит куст, который можно похавать. Этот куст пареньиком из обычного заева. кстати, тут добавили функцию можно пережрать. Смотри, давай еще раз понюхаем. Ммм, ни хера, нормально мне его показывать стало. Чего, реально? Ну, ладно, допустим. вот сейчас вот мне его нормально показывать. До этого просто в разнос. Ну, может, так и задумано. Ладно, давай побегаем. просто мне кажется, в принципе мы за гипс еще не все самое веселое сделали. ябан несет. с Продолжение следует... Ну да, загибся реально делать нечего. Просто живешь и живешь. Ты живешь для того, чтобы умереть, так сказать. В принципе, ну Динача выглядит красиво. Ну а на деле... Он крупный мишень. И там вот есть камень. Вова, сейчас вот что-то более-менее показывает. Смотри. Смотри-ка, какое аж тут засияло он. Будем пытаться учиться находить кусты. Ну знаете, так бегать это тоже такое все удовольствие. Ну там вот есть тут над кем можно поугарать. Здесь, конечно, он не поймёт. Ну вот. Как шары тут разошли, смотрите. Такое ощущение, что тут до хера кустов. Ну я чё-то не вижу. Я вот увидел тоже. Не ори, да убавил. Не ори, да убавил. Не ори, да убавил. Вот тут я реально не понимаю. Вот с этой системой обнаружения кустов. Раньше мне было реально проще. Чисто начнём с того, что... Хотя бы... Я понимал, где эти кусты. А тут с этим запахом непонятным. Непонятно. Не, вот и туда показывает. И сюда. Да. 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 Продолжение следует... 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 Ну да, непривычно, конечно Ладно, дорогие друзья Вот такой вот у нас получился Гипсоводон Или хипсоводон Как хотите, так и называйте Подписывайтесь на канал, ставьте лайк Всем удачи И всем пока Думаю, вам понравился этот Динозаврик, но это так Чисто поиграть, поразвлекаться Ладно, всем удачи И всем пока